Здравствуйте! Вести Хакасия продолжит эфир на канале Россия 24, в студии Наталья Чудина. Городской совет депутатов Абакана провел сегодня последнее заседание. Сессия длилась меньше часа, в повестке всего шесть вопросов. На этом депутаты столицы уходят на каникулы. После принимать решение будет уже новый созыв. Народных избранников жителям Абакана предстоит выбрать в сентябре этого года, в единый день голосования. По предварительной информации, больше половины действующего депутатского корпуса выдвинет свои кандидатуры на места в гурсовете. Точно известно одно – обновленный состав останется без прежнего руководителя. Зинаида Телина, возглавляющая сегодня совет депутатов Абакана, не станет участвовать в предвыборной гонке. Об этом она заявила в интервью журналистам. Я для себя уже два года назад решила, что на выборы я больше не пойду. Ну, я думаю, что достаточно. Достаточно. Я была депутатом Верховного совета, была депутатом трижды городского совета Абаканского. Поэтому думаю, что надо ставить точку. Также сегодня горсовет Абакана отклонил протест прокуратуры – уравнять инвалидов в правах на бесплатные земельные участки. Ранее горсовет ограничил число тех, кто может получить землю под строительство. Прокуратура же посчитала – это противоречит федеральному и республиканскому законодательству – и подала в суд. В проблеме разбиралась Ольга Стельмах. Земельный бум в Хакасии превратился в борьбу за участки. Дефицитные на землю муниципалитеты решили вопрос по-своему. Так горсовет Абакана ввел дополнительные условия и теперь в столице республики выделяют землю в первую очередь далеко не всем льготникам. К примеру, инвалиды, прежде чем рассчитывать на бесплатный участок, должны доказать, что нуждаются в таком подарке от мэрии. Прокуратура с решением депутатов не согласилась. Это идет в разрез с федеральным и региональным нормам. Подала протест. Полагаем, что ущемляются права инвалидов, права социально незащищенной категории граждан. И сегодня огромный пакет документов, нормативно-правовых актов, законов на федеральном и региональном уровне принимается как раз в защиту прав инвалидов. Мечты о собственном доме на земле Анатолий Инкижеков отложил до лучших времен. Инвалид второй группы сегодня делит квартиру с семьей брата. 32 квадрата на четверых. Мне все-таки хотелось жить отдельно, потому что мы уже взрослые люди, у него своя семья. У меня свои жизненные взгляды на будущее. И я бы хотел уйти на землю, построиться. Однако по закону в улучшении жилищных условий мужчина не нуждается. А значит, по новому порядку земельный участок он получит не скоро и лишь на общих основаниях. Вот мы как бы льготники, нуждающиеся в земле, а мэрия ограничила выдачу земель. Вот и я бы хотел задать им вопрос, почему? Если вы инвалиды, значит, теперь вы не то что отбросы, а как бы ненужные люди, что ли? Так получается. Депутаты настаивают на своем. Протест отклонили. Впрочем, прокуратура такой исход ожидала. И уже подала документы в суд. Каким по счету на землю станет Анатолий Инкижеков и подобные ему, теперь зависит лишь от судебного вердикта. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакаси. Тела двух человек несколько дней пролежали в одной из абаканских квартир. Их обнаружили в центре города, в доме по улице Карла Маркса. Позвонил в полицию сосед. Он почувствовал неприятный запах. Следователи установили, погибшая 81-летняя женщина и ее 51-летний сын оба без признаков насильственной смерти. С гнилостными изменениями без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщина проживала в квартире с сыном. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Женщина была инвалидом и самостоятельно не передвигалась. Сейчас главная задача следователей – установить причины и время смерти. Благодаря правительственному гранту фермер Александр Баев из Аскизского района развивает сразу несколько направлений животноводства. Сегодня в его хозяйство, а это кролики, лошади и коровы, приносят стабильный доход. Дотации на технику ГСМ помогли удержаться фермеру на плаву. На что делает ставки начинающий фермер, узнавал Алексей Баинов. Александр Баев считается молодым фермером. Официально оформился лишь два года назад. До этого времени был просто частником. Выкупил несколько земельных паев возле родного села Усть-Хайза. Начинал с пяти кроликов, двух лошадей и списанного трактора, восстановленного своими руками. Постепенно хозяйство росло, захотелось новой техники. Вот и пришлось стать фермером. Получил грант Министерства сельского хозяйства. Купил два новеньких трактора. Сегодня у него больше 30 лошадей и около сотни коров. Однако от разведения кроликов не отказался. Дело того стоит, особенно если без клеток. У меня есть одна клетка, да? В нее нужно поставить водички, поставить это. Ее нужно почистить, туда нужно положить травы. А тут у меня вот поилочки, овес. Все это в одном. Я вижу, как развивается, как двигается кролиха. Какая сукотая, какая не сукотая. При таком методе приплод составляет 20 и более крольчат в одном помете. За летний сезон Баев может получить около тысячи животных. И это живые деньги, которые можно направить на развитие дела. А денег требуется много. Недавно пробурил свою скважину. Почти 150 тысяч рублей. Сейчас строит зимник для отела. Свободное содержание Александр предпочитает для всех животных. Два табуна по 15 лошадей сейчас в тайге. Жеребцы сами выбирают места кормежки и отдыха. И при этом не пересекаются. Во избежание борьбы за власть. На базе сейчас лишь несколько лошадей, которых не принял ни один табун. У животных бывает и такое. В коровьем стаде есть и сементалы, и гирифорды. Из-за малой цены на молоко пришлось перейти на мясное животноводство. А мясо продавать напрямую, без посредников. Смотрите, насколько фермера насыщили рынок Абакана. Я помню первые ярмарки, которые люди хватали на расхват натурально свежего мяса. А теперь они приходят на ярмарку и говорят, вот вы нас сами сповадили. То есть они выбирают, они уже знают, что через месяц будет следующая ярмарка. Они берут себе то, что им нужно, и свежее, и с первых рук. Александр Баев считает, что так может жить не каждый. Работа тяжелая, без выходных. Упустишь погожий день, уйдешь в зиму без кормов. Да и работников завлечь тяжело. Люди привыкли к комфорту и не торопятся в таежное угодье. Но только так, говорит он, может и должен жить настоящий хозяин. Хозяин своего дела. Лесная школа для молодежи. Юные лесники поделились опытом. Слет школьных лесничеств прошел в Таштыбском районе. На базе детского оздоровительного лагеря «Серебряный ключ». Это мероприятие проводится каждые два года. В этот раз в конкурсе участвовали 13 команд не только из нашей республики, но и из Красноярского края. Юные лесоводы соревновались в знании ботаники и зоологии. Школьники без компаса определяли стороны света, составляли прогноз погоды по народным приметам, а также показывали свои умения действовать, оставшись один на один с природой. К примеру, развести костер, построить шалаш и даже обеззаразить воду. Отличить съедобные растения и грибы от ядовитых. Вот этим конкурсом проводим итоги работы школьных лесничеств наших. Это то, что мы за два года обучаем навыкам и знаниям в лесном хозяйстве наших школьников. Этот слет у нас уже девятый, мы раз в два года проводим. Я думаю, что в дальнейшем будем также его проводить. Но это очень хорошее мероприятие на уровне республики. К концу года в Хакасии появится еще один охраняемый памятник природы. Сегодня таких объектов в республике четыре. И все они рукотворные бары. Новый памятник будет отличаться. Впервые в Хакасии территорию под охрану поставят по просьбе археологов. На горе Уйтак ученые обнаружили отпечатки древних растений. Настолько четкие отпечатки древних растений в руки ученым попали впервые. Что-то подобное находили и раньше, но в худшем качестве. Благодаря тому, что в древности на территории нынешней Хакасии никаких сейсмособытий не было, эти камни хранились спокойно от 400 миллионов лет. Вот здесь видно, что это веточка была. Здесь есть раздвоение. И как раз видно на поверхности вот эти бугорки, которые представляют древнюю кору этой маленькой веточки. И таких обломков здесь очень много. Известно, что эта территория в древности была океаническим дном. Берег располагался метров в 200 от этого места. Так что ветки древних растений доплыли досюда, опустились на дно и легли в песок. С помощью этих отпечатков ученые могут точно восстановить картину местности в Палеазуискуэру. Ландшафт был, значит, очень, так сказать, живописный. Вот эти вот липидодендроны представляли из себя высокие деревья, значит, до 80 метров. Ну, полностью, значит, ландшафт был болотисто-увалистый такой. Вот. В дальнейшем на нем уже сформируются потом угленосные толщи. Пока эта территория никак не охраняется. Все в свободном доступе. В дирекции по особо охраняемым природным территориям ситуацию пытаются исправить. На сегодняшний день уже разрабатывается эколо-экономическое обоснование создания данной природной территории особо охраняемой. И потом эти материалы будут направлены на государственную экологическую экспертизу. И, я думаю, в конце осени мы уже получим заключение этой экспертизы. И в дальнейшем, я думаю, в конце года у нас особо охраняемая природная территория, памятник природы будет создан. К слову сказать, что ИТАК не единственный объект, который в дирекции считают нужно вставить под охрану. Есть еще несколько, тот же солбык или сундуки. Но именно ИТАК в этом списке поставлен первым. Уж очень ценны для науки практически копии древних деревьев. Елена Крылова, Юрий Курочка, Евгений Бояринов, Вести Хакасия. Завтра в Хакасии будет отмечаться День Республики. Праздничная программа на Первомайской площади запланирована на 7 часов вечера. В этом году наша республика отмечает свой 22-й день рождения. К этому празднику свои выступления подготовили творческие коллективы всех муниципальных образований. На Первомайской площади будут работать торговые павильоны, выставка продажи изделий мастеров народных промыслов. Закончится праздничная программа красочным фейерверком. На этом у меня все. Я напоминаю, что новости нашей телекомпании вы можете увидеть в интернете по адресу вести-дефис-хакасия.рф. Я желаю вам удачи и до встречи на канале Россия 24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...